Сейчас мы с вами создадим самую простую маску, которую, наверное, только возможно создать. Для этого нам понадобится бумажное полотенце, две резинки и стеклер. Маска не защитит, конечно, вас от вируса, но если вы заболели, она поможет защитить ваших близких от ваших выделений, если вы болеете. Некоторые будут спорить, что вирус очень мелкий, и он пролетит через это бумажное полотенце, как пуля. С этим можно согласиться на вирус сам по себе в воздухе, маловероятно, что он будет находиться сам по себе. Он будет находиться в различного рода выделениях, там, слюне, капельках влаги, которые, собственно говоря, задержат наши бумажные полотенца. Все мы знаем, какие сейчас цены у нас на эти маски. Их скупают перекупщики, просто цены повышают. И не всегда есть возможность их даже просто приобрести. Например, в моем городе, в Москве, тяжело найти. Делаем один крепеж для уха. Делаем второй крепеж для уха. Наша маска готова. Она небольшая в данном случае. Но тут зависит от того, какой размер вы отрежете. Просто пару раз поэкспериментирую. Вот, просто у меня тут фиксированный отрез. Но вы можете же купить и более, и другое какое-то бумажное полотенце. Допустим, я сделал здесь отрез. И тогда она будет более-менее по размеру. Очень простая. И во всяком случае, от чихания и кашля вашего собственного, она окружающих хоть как-то защитит. Продолжение следует...